Спасибо большое. Переходим к докладу Елены Вагнер-Сапухиной. Пожалуйста, Елена Андреевна. Спасибо большое. Теперь мы начнем репорт Елены Вагнер-Сапухиной. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мой доклад посвящен теме «Племен северо-восточной Индии. Демаркационные линии евразийского расового пространства». Здравствуйте, коллеги. Мой репорт является на topic of tribes of North-Eastern India on the demarcation line of the Eurasian racial space. Для решения задачи одного из проектов нашего центра «Происхождение азиатско-американской ветви человечества» для нас оказался наиболее привлекательным регионом северо-востока нынешней Индии. Полуостров Хиндостан в антропологическом плане представляет собой уникальное пространство, где соединяются на одной территории представители трех больших рас человечества – евразийской, азиатско-американской и экваториальной. Что конкретно мы знаем о морфологическом облике индийских и соседних им популяций, если констатируется такое антропологическое разнообразие? Если обратиться к российским разработкам по этому вопросу, то мы в первую очередь увидим, что на страницах журнала «Светская этнография» в 50-е годы развернулась дискуссия между двумя крупнейшими антропологами – Виктором Валерианчем Бунаком и Георгием Францевичем Дебицем по вопросам происхождения и классификации рас. Если обратиться к российским работам по этому вопросу, то мы увидим, что на страницах журнала «Советская этнография» в 50-е годы развернулся дискуссия между Виктором Валерианчем и Георгием Дебицем по вопросам источнику и классификации человеческих рас. В основном дискуссия касалась все-таки вопросов времени возникновения, расовых комплексов и некоторых частных проблем, которые можно упустить, говоря о нашей теме. Особенно дискуссия касалась вопросов времени возникновения, когда расистские компоненты появились, и если расистская речь университет. И некоторые другие особенности, которые мы можем встретить, когда мы поговорим о нашем сфере. Но рассмотрим все-таки некоторые антропологические варианты, которые выделяли этих два крупных исследователей на полуострове Индостан и близлежащих территориях. В первую очередь, это представители евразийской расы или европеоидной по старой терминологии, а именно индо-афганский вариант средиземноморской малой расы, которая проживает на обширной территории современной Индии на севере, западе и в центре страны. На юге Индостана и Шри-Ланке выделяются представители экваториальной большой расы, а именно восточную ее ветвь и видоидный вариант. Промежуточная раса между этими двумя считается южно-индийская или индо-африканская. Здесь подразумеваются дровидийские народы. Георгий Француз Депец отмечает смешанный характер группы. Стоит отметить, что позднее Валерий Павлович Алексеев, говоря о дровидах и ведах, отмечал, что это представители одного варианта, только так называемая австралоидная. Особенности у одних выражены сильнее, чем у других. Северно-индийская или индо-африканская раса между этими двумя, и по этому мы имеем дровидийские народы. Георгий Француз Депец отмечает смешанный характер группы, хедерогенический характер. Валерий Павлович Алексеев, говорил о дровидех и ведах, что представители одного варианта просто имеют так называемые характеристики в сильнейшем форме. Переходя к интересующему нас региону северо-восточной Индии, заметим, что в этом районе соседствуют друг с другом популяции носителей как минимум четырех морфологических вариантов. По классификации Алексеев. По классификации Алексеев. Going forward to the region of North-Eastern India, interesting to us, it is important to remark that in this region, at least according to the map of Алексеев, but other anthropologists shared his point of view, populations carriers of at least four морфологических вариантов are neighbors. О евразийской расе уже было сказано, но стоит остановиться на азиатско-американской. С севера мы видим группы популяций, которые разные авторы относят к отдельному варианту, непохожему на соседнюю. У банака это гималайский тип, который, по его мнению, сохранил некоторые авторылоидные черты. У дебица это тибетцы, занимают промежуточное положение между тех океанской и континентальными ветвями азиатско-американской расы. У Чебоксарова мы можем найти уточнение, что эта группа носит промежуточное положение между северными и восточными монголоидами. Алексеев считал, что тибетские популяции являются носителями протомонголоидных морфологических особенностей. Мы уже говорили о том, что еврейский рейс. В Норсе мы можем увидеть группы популяций, которые, по другим авторам, были названы как отдельные варианты, а не как другими. В Бунаке это гималайский тип, который, в его мнении, сохранил некоторые авторологические особенности. According to Dabets, the tibетans occupy the intermediate position between the Pacific and continental branches. And in the works of Чебоксаров, we can find some precision, as it is him who created the classification of монголоид, which is still used today. The intermediate position between the northern, continental, Siberian, and the eastern, far eastern variant, монголоид. Алексеев считал, что тибетские популяции являются корректорами протомонголоидных морфологических особенностей. На территории Китая, Кореи и Японских островов распространен дальневосточный вариант тихоокеанской ветви, азиатской американской расы или восточные монголоиды по классификации Чебоксарова. И, наконец, на юго-востоке Азии южно-азиатский вариант тихоокеанской ветви. По мыслям Бунака, в формировании приняли участие носители островодного комплекса или он сформировался на основе древне-гималайского типа. И, наконец, на юго-востоке Азии южно-азиатский вариант тихоокеанской ветви. Валерий Павлович Алексеев, немного позже. Центром его классификации являются так называемые локусы очаги расообразования. Это географические понятия, которые обозначают участок земной поверхности, в пределах которого происходит расообразовательный процесс с определенной интенсивностью, специфически направленный. Отличие состоит в том, что локус — это моментальный снимок, то есть результат антропологической характеристики той или иной территории. Очаг — это временное понятие, то есть локус, сохранившийся на протяжении длительного времени. Действие, что это происходит с определенным интенсивностью и определенным направлением. Действие, что локус — это как из-за фотографии, это результат антропологической характеристики этой или иной территории. И так, в верхнем палеолите образуются азиатские прибрежные и азиатские континентальные вторичные очаги. После этого в ту же эпоху возникают на основе прибрежного очага расообразования восточно-азиатский, а под влиянием континентального — юго-восточно-азиатский. Уже в мезолите юго-восточно-азиатский третичный очаг подразделяется на материковый и островной четвертичный. А в мезолите и неолите появляется центрально-азиатский третичный очаг на основе вторичного очага, и последний тибетский расообразовательный очаг возникает позднее на основе азиатского прибрежного, вторичного и под воздействием центрально-азиатского третичного. В азиатском полеолитике азиатский и азиатский континентальный секундарь появляются. Азиатский и азиатский, 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 азиатский метод, появляются. divided into the continental and the island quaternary modes. In the Mesolithic and Neolithic, Central Asian tertiary mode on the basis of Asian continental secondary one appears. The Tibetan tertiary mode appears later on the basis of Asian coastal secondary one and under the influence of Central Asian tertiary one. So, all the classification we are now looking at is a set of tertiary modes which already existed in the Neolithic time. So, this is an anthropologist, which is in one place, obviously made it very interesting to study the region of South-India. However, despite this, we thought that we would probably meet in this region представители южно-азиатского облика, характеризующиеся по классическим представлениям небольшой высокой мозговой коробкой с умеренно-плоским, средневыступающим, но при этом узким и низким лицом, и широконосых по носовому указателю. This anthropological diversity, concentrated in one place, of course, made the region of North-Eastern India incredibly attractive for studying. However, despite that, we presume that we are likely to meet some representatives of South-Eastern appearance in this region. These representatives are characterized by a small and high cranium, a moderately flat face, and a narrow and flat face with a white nose according to the nose index. So, what has come of it? In 2018, the Indian anthropological expedition of the Paleontology Research Center and Biological Museum went to West Bengal to study centaurs, a population speaking a Mundo language. In 2019, our route went through the villages of the state of Tripura, where we examined the Tripura people. Всего было изучено по кефалометрической методике 38 юных и взрослых мужчин-санталов, 63 санталки, 75 мужчин-трепури и 70 женщин-трепури. Целью настоящего исследования стала определить место обследованных популяций Северо-Восточной Индии санталов, санталов и трипури в системе кефалометрической изменчивости азиатских популяций. В задачей входило описать морфологию головы и лица санталов и трипури по измерительным признакам, сравнить эти две группы между собой, а также определить место изученных групп в общеиндийском масштабе, в морфологическом поле вариантов Юго-Восточной Азии и на общеевразийском кефалометрическом пространстве. The aim of the present research is to define the place of the examined populations of northeastern India in the system of cephalometric variability of Asian populations. Our tasks include to describe the head and face morphology of the santals and the трипури based on metric traits, to compare the two examined groups, and to define the place of the examined groups on pan-Indian scale against the morphological field of variations of south-eastern Asia and against pan-eurasian cephalometric space. Размеры продольного диаметра Перейдем к морфометрической характеристике. Размеры продольного диаметра у мужчин санталов относятся к категории величин ниже среднего и среднее значение поперечного диаметра выше среднего в общеиндийском масштабе по головному указателю эту группу можно оценить как мезокефальную. Найменьшая ширина лба у них попадает в категорию средних значений, а скуловой диаметр также характеризуется средними показателями. Физиономическая высота лица характеризуется значениями выше среднего, а морфологически ниже среднего в общеиндийском масштабе, что может быть свидетельством относительно высоколобости. По высоте лица группа лептопрозопна или узколица. Высота лица у санталов незначительная и ширина входит в категорию выше средних. Однако по указателю группа скорее обладает средними пропорциями носа. К сожалению, оценить изменчивость высоты верхней губы в масштабе общеиндийской изменчивости оказалось невозможным в силу некоторых методических расходений между представителями советско-индийской экспедиции участниками полевых выездов 2018-2019 года. Но абсолютные показатели толщины губ характеризуются высокими значениями. Женщины с отталки мезокефальные по головному указателю, то есть обладают средними пропорциями головы относительно узколобы. По морфологическому лицу лицевому указателю мезопрозопны, то есть средней пропорции лица, и имеют также средние размеры носа. Переходя к характеристике мужчин Трипури, можно сказать, что размеры продольного диаметра относятся к категории малых величин, максимальные значения поперечного диаметра не буду озвучивать, среднее значение попадает в категории больших в общей индийском масштабе, и по пропорциям головы эту группу можно оценить как брахикефальную или широкоголовую. Несмотря на то, что наименьший лобный диаметр характеризуется малыми размерами, относительно ширины лба у представителей рода Дебарма, которых мы изучали, среднее лобно-поперечный равен 67,1. Скуловой диаметр характеризуется большими размерами, а нижнечелюстной выше среднего в общей индийском масштабе. Физиономическая, как и морфологическая высота лица достаточно высокие в масштабе изменчивости индийских популяций, а по морфологическому лицевому показателю мужчины Трипури ускалицы. Изученная нами мужская группа характеризуется небольшой абсолютной величиной носа при ширине носа выше среднего, но по пропорциям носа они получаются мезоринны, то есть средние пропорции носа. Абсолютные показатели толщины губ можно характеризовать как высокие. Женщины рода Дебарма также брахикефальны, по головному указателю относительно усколовые, по морфологическому лицевому индексу также усколиться и имеют средние размеры и пропорции носа. Как вы, возможно, уже успели заметить, в результате рассмотрения обобщенных ортопортретов две обсядные группы по правую и по левую сторону от Бангладеша визуально сильно отличаются друг от друга. Однако, чтобы не быть голословными, мы сравнили каждый признак у мужчин и женщин при помощи парного Т-критерия студента. Который выявил, что мужчины двухсерий отличаются друг от друга по всем основным признакам строения головы, а также по основным габаритным признакам лица. Женщины же схожи по длине головы, однако имеют разительные отличия в поперечном диаметре, как сексты различаются по головному указателю. Что касается признаков лицов скелета, то они также отличны в двух группах на статистически значимом уровне. Таким образом, даже имея всего лишь две группы в своем распоряжении, мы наблюдаем уже эту границу в морфологическом пространстве на северо-востоке Индии. Как вы можете заметить, в результате рассмотрения композиционных фотопортрейцов, два группы на лице и на лице в Бангладешхе являются очень разнообразными. Однако, для того, чтобы наш взгляд имеет некоторое основное, мы сравнили каждое статистическое из-за женщин и мужчин, используя студент Т-тест, который показал, что мужчины в двух сериях различны друг от другого на всех важных критериях – на краническом структуре и на всех важных критериях на фазе структуре. А для женщин, они очень похожи на фазе структуре на фазе структуре. Однако, они являются отличные различные различные диаметры и, в основном, фазе структуре индекса довольно разнообразным. Какие фазе структуре – они различны в двух группах на статистически важном уровне. Так, даже что у нас есть двух группах в нашей disposal, мы можем видеть эту линку в морфологическом институте – чтобы определить место исследованных популяций, обратимся к широкому фону сопоставлений. – В первую очередь, межгрупповый анализ проводился в общеиндийском масштабе. по продольному, поперечному диаметру, скуловому диаметру, морфологической высоте лица и размером носа. Первый канонический вектор описывает 56,5% изменчивости и представляет собой комбинацию отрицательно скоррелированных высоты лица и высоты носа, а второй – 21,4% испытывает статистически значимые нагрузки со стороны продольного и поперечного диаметров. First of all, the intergroup analysis was conducted on Pan-Indian scale. As for longitudinal, transverse diameters, zygomatic diameter and morphological height of the face and the measurements of nose. The first canonical vector describes 56% of variability and represents a combination of negatively correlating face height and nose height. The second one 21,4% and it is significantly influenced statistically and this influence comes from longitudinal and transverse diameters. It is remarkable that centailles fit quite nicely into the other morphological variations of central and distrum India, while the tripuri are quite distinct from the Pan-Indian scale of variability. При сравнении исследований групп на фоне Юго-Восточной Азии нагрузки на канонические переменные можно видеть на слайде. При этом статистические значимости по первой канонической переменной достигают высота лица и высота носа, скоррелированная отрицательная во втором, высота лица и ширина носа, также имеющие обратную взаимосвязь. When comparing the two examined groups against the background of South-Eastern Asia, the traits analysed remain the same. The statistically important influence on canonical variables is the following. The first one is influenced at 50.1%, the second one at 27.2%. As for statistically important traits those are the height of the face and the height of the nose, which correlate negatively. And for the second one, those are the height of the face and the width of the nose, which again correlate negatively. Здесь и Трипури и Санталы попадают в зону распределения южноазиатских антропологических вариантов, тяготея группам Юго-Восточной Азии и Южного Китая. При этом, если Санталы хорошо вписываются в морфологическое пространство, то Трипури также держатся несколько особняком. наиболее 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 санталы и наиболее санталы в зоне северо-азиан антропологических вариантов, ленивая наиболее северо-восточной Азии и северо-чиной. Но все равно, наиболее санталы fit в этот морфологическом space, Трипури, опять с пан-индийной scale of variability are somewhat distinct. На более широком сравнительном фоне с привлечением центрально-азиатских групп признаков удалось использовать побольше. К ним добавились еще скуловой нижно-челюстной диаметра. Нагрузки на канонические вектора можно видеть на слайде. Первый канонический вектор испытывает нагрузки со стороны поперечного диаметра головы, нижней челюстного диаметра и морфологической высоты лица, которые отрицательно скоррелированы с размерами носовой области. А второй канонический вектор испытывает нагрузки только со стороны высоты носа. с по погрузки с использованием центров азиатских групп We managed to use more the longitudinal and transverse diameters, the least possible widths of the forehead, the zygomatic and mandibular diameters, morphological height of the face and height and width of the nose. The importance, the influence on the vectors can be seen on the slide. The first vector is influenced by transverse and mandibular diameters, morphological face height, which correlate negatively with the measurements of the nasal area. The second vector is influenced only by the nasal height. In a separate compact group, there is a population of Central Asia, which is not similar to all the rest of the sandals. They are also attracted to South China, to Indian series of Repurits. They are closer to the region, but they are close to the series of Southeast Asia, in particular, to some of the Vietnam groups. Populations of Central Asia form a separate compact group here. The centals lean towards the groups from South China and towards Indian series. The tripurits are closer to the series from Southeast Asia and, in particular, to different groups of Vietnamese. And the last one. We tried to include the morphological field of the tibetans, which is, as I already said, one of the most recent исследований, and one of the most recent populations in Southeast Asia. We were able to include the morphological field of the tibetans. The tibetans' groups are located on the graphically compact and some of the form of morphological space, and the middle of the tibetans' groups are located on the region of the region. On the last graph we tried to include the morphological field of the tibetans, who, as has been said earlier, are one of the least researched and most mysterious populations in the Eastern Asia, and they are separated into a separate anthropological variation. The Tibetan groups are quite compact on the graph and somewhat make the space smaller, thus transporting the triperies into the epicenter of the south-eastern mongoloids. The Tibetan groups are quite compact on the surface of the south-eastern mongoloids. The women in triperies are quite different from the men, with the only difference, that they are more узколобы. The two different groups are different from each other on the statistically significant level, which speaks about the history of the population, which, вероятно, may not be related to the genesis. The triperies are quite common in the indies, so they are very important in the image of the population of the South-eastern mongoloids. The triperies are quite common in the image of the population of the South-eastern mongoloids. The triperies are quite common in the image of the South-eastern mongoloids. Do you have any questions? If so, you are welcome to write them into the Zoom online chat, YouTube comments or wherever else is convenient for you. Dear participants, please, your questions, commenters. Let's see in our chat. Dr. Rump, write us. I see that you have a photo of the profile, photos of the profile. The images of the profile could be used for other parameters. Видимо, имелось в виду фотография по другим углам для других параметров. Использовать этот метод и сравнивать результаты. Спасибо большое.